Добрый день! Сегодня я хотел бы обратиться прежде всего к отцам, к тем людям, которых Бог поставил быть ответственными не только за свои семьи, но и за будущее собственных детей. К тем людям, которые по сути призваны обеспечивать следующее поколение человечества, но по какой-то причине озабоченные собственными интересами, своими карьерами, своим бизнесом, своим продвижением в жизни, я видел огромную проблему, которую можно назвать одним простым словом безотцовщина. Сегодня огромное количество отцов просто не участвуют в жизни детей. Согласно исследованиям, подавляющее большинство, больше 98 процентов мужского населения проводят со своими детьми не более трех-пяти минут в день. И речь не идет о том, что вы находитесь с ними в одном помещении. Мы говорим о том, чтобы иметь созидательные отношения с детьми. И я имею в виду не то время, когда мы просто находимся в одном помещении, а когда мы проводим время, активное время с нашими детьми в играх, в общении, в совместных каких-то просмотрах, в фильмах, походах, спорте и так далее. Это всего три минуты каждый день. И, на мой взгляд, это просто потрясающе мало. Отцы, по сути, либо физически, то есть их нет рядом, через разводы, через гражданские браки, через безответственное поведение, где их просто физически нет в доме. Либо это, так называемое, социальное отсутствие, то есть, когда папа де Юры есть, де-факто его нет. То есть, когда отец, он вроде бы рядом, но ему совершенно неинтересна жизнь детей. Когда вот эта пропасть непонимания между поколениями, она расширяется и становится все глубже, дети вырастают ожесточенными, не имея поддержки со стороны своих отцов. А я уверен, на сто пятьдесят шесть процентов, что отец является ключевым человеком жизни абсолютно любого ребенка. Дети вырастают незащищенными. Они вырастают без четко очерченных моральных авторитетов. Они не понимают природы власти, потому что отец никогда ее не реализовывал. Я говорю о том, что отцы перестали быть таковыми. Отцы перестали брать ответственность за то, чтобы помочь ребенку сформировать свое понимание мира, чтобы помочь своему ребенку увидеть себя и свою роль в этом мире, то есть свое призвание. Я говорю о том, что отцы перестали быть защитниками и роль отца, по сути, свелась к банкомату. Да и сами мужчины начали смотреть на себя, как на людей, у которых есть только одна ответственность перед семьей — это материально обеспечивать ее. В результате мы видим мир, наполненный болью. Дети, лишенные поддержки отцов, хуже учатся. Их понимание будущего настолько размыто, что уже выросло, по сути, поколение, которое просто не умеет мечтать. И я на сто процентов уверен, друзья, в том, что нам необходимо что-то изменить. И я предлагаю вам присоединиться к движению отцовства, движению неравнодушных отцов, которые готовы вернуть себя своим детям. Иисус сказал потрясающую вещь. Он сказал, что служение Иоанна Крестителя заключается в том, чтобы вернуть сердца отцов их детям. И на мой взгляд, сегодня пришло именно это время, когда нам просто необходимо взять собственное сердце и вернуть нашим детям. Я уверен, что каждый из нас может не просто повлиять на своих детей, но и повлиять на этот мир. Если мы объединимся, если мы вместе провозгласим, что мы отцы, которые больше неравнодушны, мы сможем очень много. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!